Там, где жила Мавка, статус памятника архитектуры не спасает дом Леси Украинки. Почему музей разрушается на глазах? Разбиралась Снежана Сидорук. Леся тут жила с перерывами до 1907 года. Как сама она сказала про Колодяжный, это собственное дом. Только тут, в Колодяжном, была собственная домовка Косачьев. Усадьба Леси Украинки находится в нескольких километрах от Ковеля. Это так называемый Белый лесендом. Именно здесь она создавала свою лесовую песню. А здесь жили родители. Сейчас оба здания не в лучшем состоянии. Фасады в трещинах, штукатурка осыпалась, каждую весну в подвалах стоит вода. Последний раз ремонт все сделали в 1991 году. Сотрудники подкрашивают стены, делают минимальный ремонт, но влага и время работают быстрее. Обваливаются стены, трещины по всей стены. И даже самое дерево, видите, полностью оно просыпается в руках. Настолько от сырости пошла в стены, что стены полностью сруйнувались. Несмотря на такое плачевное состояние, в усадьбу приезжают туристы. Не менее 40 тысяч ежегодно. Много гостей из-за границы. Часто бывают школьники. Вот эта группа из Одессы. В этом доме, признаются туристы, сохранились не только личные вещи писательницы, но и ее душа. Нам было очень интересно узнать об этой писательнице, потому что это писательница, которая является для нас воплощением национальной идеи Украины. И то, что мы посетили это место, где она жила, где она творила, это является для нас очень важным. Сейчас отсчет идет уже не на годы, а на месяцы, утверждают сотрудники музея. Еще немного и пускать туристов в дом будет опасно. Сделать капитальный ремонт самостоятельно они не могут. Как всегда, все упирается в деньги. Потреблена у нас, звичайно, колоссальная сумма. Но я знаю, что это дело не одного дня, даже не одного, возможно, года. Но на сегодняшний день уже вопрос стало настолько критично, потому что дом полностью ревнуется. О необходимости сохранить памятник архитектуры, наконец, заговорили и депутаты Волынского облсовета. Ну, о полноценной реконструкции речь пока не идет. Деньги на это в бюджете не предусмотрены. Поэтому обращаться будут в Кабмин. Снежана Сидорук, Николай Васильев, подробности телеканал Интер, Волынская область.